Ну а политики тем временем обсуждают последние новости из Женевы, где объявлена о паузе в переговорах между сирийскими властями и оппозицией. Стороны взяли тайм-аут на три недели до 25 февраля, о чем сообщил спецпосланник ООН по Сирии Стафан Демистура. Впрочем, диалог, как отмечают дипломаты, так по сути и не начался. Переговорщики от оппозиции выдвинули ряд предварительных условий. В Дамаске же уверены, что их оппоненты просто выполняют указания своих спонсоров и приостановка консультации. Сейчас на руку той части оппозиции, которая пользуется поддержкой Саудовской Аравии. Как отметили в правительственной делегации Сирии, не случайно переговорный процесс затормозился в тот момент, когда сирийские войска стали активно теснить террористов на ключевых направлениях. Такого же мнения придерживаются и в российском виде. Причина столь резкого шага со стороны так называемой эр-иадской группы кроется именно в том, что сирийская правительственная армия за последние дни действительно добилась серьезных успехов на севере провинции Алеппо. В результате успешной операции сирийской армии и местных ополченцев оказались отрезаны пути снабжения боевиков между севером провинции Алеппо и контролируемой ими провинцией Идлиб. Это явилось серьезным ударом для террористов всех мастей и тех людей, которые являются их пособниками, да и покровителями тоже. О паузе в межсирийском диалоге сожалеют в Москве и Вашингтоне. Это завели в телефонном разговоре Сергей Лавров и его коллега Джон Керри. Беседа состоялась по инициативе американской стороны. Дипломаты, как сообщили в нашем внешнеполитическом ведомстве, договорились приложить все усилия к тому, чтобы перерыв был максимально коротким и консультации в Женеве возобновились как можно скорее.